Оплатить обучение ребенка средствами материнского капитала, не выходя из дома, сейчас это не миф, реальность. Пенсионный фонд сам свяжется с ВУЗом или СУЗом, чтобы получить договор и счет на оплату. Родителям нужно только оформить заявление в личном кабинете службы или через портал госуслуг. Так поступила Алла Шапкина. Ее старший сын сейчас учится на втором курсе БелГУ на специалиста таможенного дела. Мне нужно было посетить свой личный кабинет в госуслугах, там заполнить форму. И если какие-то там мне были непонятные аббревиатуры в заполнении этой анкеты, то я опять же непосредственно позвонила ПФР девочкам, с теми же, которыми я работала. И они мне все объяснили, мы быстренько буквально за полчаса всю эту форму заполнили и все одобрено было. К примеру, Аллы Шапкиной в Белгороде уже последовали еще три мамы. Раньше пришлось бы брать копии договоров об оказании платных услуг в учебном заведении для предъявления в ПФР. Теперь, благодаря заключенному соглашению об обмене информации фонда с ВУЗами и СУЗами, нужно лишь подать заявку онлайн. Специалисты управления сами запросят договор на обучение, вынесут решение о распоряжении средствами материнского капитала и оплатят обучение. В планах ПФР заключение договоров об обмене информации с полутора тысячами учебных заведений России в период пандемии работа онлайн наиболее безопасный и при этом эффективный метод взаимодействия. Да и просто по жизни это удобно. Напомним, что направить средства материнского капитала на образование одного из детей можно только тогда, когда ребенку, давшему право семье на сертификат, исполнится ровно три года. Исключением является дошкольное образование. По этому направлению средства материнского капитала можно использовать сразу. Ксения Глотова, Сергей Щекалов, Белгород, Медиа.